Ребят, сейчас мы хотим провести небольшой опыт, сколько вездеход пройдет на батарее. Итак, мы глушим генератор, и у нас наступает тишина в вездеходе. Зарядка 392 вольта, это в принципе полная батарея. И сейчас мы начнем в каком-то среднем режиме, я думаю, все согласитесь, что вездеходный режим, это километров, наверное, 15 в час. В среднем, по нашему опыту, что 15 километров в час, это нормальная скорость и в лесу, и на поле, мы не считаем большого длинного перегона. И сейчас мы поездим, попробуем посмотреть, сколько времени будет жить батарея, и какой километраж. Поехали! Итак, ребят, запускаем локус-мап. Кстати, скоро вам расскажем, как поставить себе локус-мап с санкциями и бесплатно. Если вам интересно это, пишите в комментариях. Если интересно, то мы сделаем такую инструкцию. Новый локус-мап будет стоять. Все, мы начали скорость, максимальная скорость будет, расстояние и время, сколько мы проехали. Время пошло, будет время в движении еще, не переживайте. Все, мы начинаем наше движение. Потом покажем вам трек. Вот у нас батарея, полностью заряжена. По полях, по полях. Вот и приедет, едет к вам. Едет, 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 песенку поет. Я ледяю, что все. На этом тесте мы используем различные покрытия. Вот сейчас заезжаем уже в болотистую местность. Чуть-чуть по болотцу прокатимся. Потом будет подъем. Есть и спуски, и подъемы. Есть и ровное поле. Более-менее скоростные участки. Полоси. Продолжение следует. Вот это был достаточно крутой подъем. По вездеходу этого не скажешь, но можно сказать по Мише. Он запыхался. Миша повзрослел за эти годы. Стал запыхиваться. Подъем был крутоватый. Но, как вы, наверное, увидели на видео, машина в подъеме управляемая. Вы можете полностью контролируемо управлять, рулить. Это круто. Это очень повышает безопасность бортоповоротного вездехода при подъеме в крутую горку. Едем дальше. Я тоже могу с собой рулить подъеме. Но у вездехода это получается гораздо легче. На данный момент у нас 377 вольт. Минимум что-то там где-то 340 что ли. Но экран начнет ругаться. Зарядите батарею. В общем, мы за этим следим. И вам покажем, когда надо будет заряжаться. Пока мы едем. Так, ребят. Мы замкнули круг. Максимальная скорость у нас 28 км в час была. Время трека 24 минуты. Расстояние 4 км. Время перемещения 19 минут. Средняя скорость 9,9 км в час. Максимальная 28,2 км. Средняя скорость движения 12,2 км в час. Вот, 6 минут километр. Темп средний. Набор высоты 87 метров. Потеря высоты 84. Собственно, вот по этому кругу мы сейчас будем ездить. Для того, чтобы понять, сколько можно проехать в смешанном режиме. У нас стоит ограничение. Сейчас я уже поставил. До этого мы ехали достаточно быстро. Сейчас поставил ограничение 20 км в час. Но это средняя скорость движения вездехода по пересеченке. Наверное, это даже быстро слишком для пересеченки. Но, тем не менее, поедем. Будем смотреть, как вездеход будет себя чувствовать. На сколько километров хватит батареек? Повторюсь, мы едем только на батарейке. У нас полностью заряженный. Было 393 вольта. Сейчас 365-363 вольта. Продолжаем разряжать. Несколько усложняем эксперимент. Сейчас был элемент контр-ротации. Напомню, что контр-ротация – это, наверное, самый энергозатратный маневр у вездехода с электротрансмиссией. Но мы его делаем в реальной жизни. Уже он может понадобиться? Может. А у нас все, как в реальной жизни. Мы делаем тесты. Проверяем. И как он будет ехать под батареей в идеальном условии, по ровному, на накаченном щитом. А именно так, как это делается в моих жизнях. Ребят, было найдено первое слабое звено в вездеходе БРО. Была отломана ручка от двери. Как будем выходить, не знаю. Теперь, наверное, останемся тут жить. У нас есть запасы доиграть с осечью? Да, нам никак теперь не выйти уже из вездехода. И, в общем, будем продолжать наш эксперимент по разрядке батареи. Ручку, конечно, жалко. Ручка была хорошая. Качественная. Мы ее будем теперь выходить через... Через вот так. Через изнаружи, короче. Через барьер будем прыгать. Да, через барьер. Усложняется все, усложняется. Ладно, едем дальше, ребятки. 363 вольта у нас. Но это без нагрузки. Едем дальше. Добрались мы опять до болотца. У нас 361 вольт. И продолжаем движение. Ну вот, ребят, был еще один подъем. Он достаточно крутой. Идем второй круг. Напряжение у нас 354 вольта. Подводим итоги второго круга. Замкнули круг второй раз. Расстояние 7 километров 900 метров. Время трека 52. Время трека перемещения 38. Почему 52 и 38? Ну, потому что где-то мы останавливаемся. Где-то делаем съемки. Где-то мешание выходит, где-то заходит вездеход. То есть это еще усложняет и придает больше реалистичности нашему тесту. Постоянно разгоны, торможения, стоянки где-то. Еще что-то. То есть мы имитируем обычное передвижение вездехода по пересеченке. Значит, средняя скорость перемещения 12 километров в час. Ну, я считаю, что это хорошая скорость для пересеченки. Максимально 28. Но сейчас у нас ограничение я поставил на 20 километров в час. Честно сказать, привыкнув к скоростям этого вездехода, 20 километров в час на поле можно заснуть. Вот тапку в пол просто и... Можно о чем-то подумать, прочее. Потому что мозг не напрягается, рулить не надо, он едет прямо. Кстати, вездеход никуда не тянет, ничего. Он очень... Можно выделить то, что он очень послушно себя ведет на скорости. Его не надо ловить. Прямо как автомобиль. Значит, ну что, тот же подъем, тот же спуск. Это был второй круг. Поехали на третий. 349 вольт у нас без нагрузки. Поехали. Вездеход едет в режиме 20 киловатт. При этом он спокойно набирает скорость 20 километров в час. И он опирается в это ограничение. Вообще легко, ребят, заехало. На вольтметре у нас 342 вольта. Батарея не нагревается. Все замечательно. Так, ребят, мы третий раз замкнули круг. Проехали мы на 11680. Время перемещения 53 минуты 40 секунд. Ну, стоим мы еще, болтаем тут. Какое-то время останавливаемся и прочее. Средняя скорость перемещения 12,9 километров. Она не изменилась. Примерно один и тот же темп держим. Ну, а что я? У меня максималка 20 километров. Я вот педальку держу просто где быстро не поедешь, там еду медленнее. Где можно быстро ехать, там, значит, 20 километров в час идем. Максималку. В общем, поехали на четвертый круг. Так, ребят, вот опять наша горка. Как обычно, камера не передает ее крутизну. Это надо мишкой только мерить. Мишка тогда запыханный будет. Давайте, да. 5, 6, 7, 8, 10 запыхал будет. Сколько у меня будет, да? Не будем мы проверять на мишка. 5 запыхал 5 градусов. Мне кажется, мишка гораздо быстрее, чем батарейка у вездехода закончится. Это прогонит, конечно. Так, смотрите. 333 вольта и поехали. Собственно, вот напруга. Вот эта вот напруга батареи. Машина полностью контролируется. Ну вот, все. У нас моргало, видели? Зарядите батарею. Чуть-чуть выросла температура у батареи. Но, опять же, не критично. Это под нагрузкой просадка была. Сейчас остановимся. Вольтаж чуть-чуть вырастет. 330 сейчас станет. Вот, попробуем закрыть круг до нашего сигнала. Но уже видно, что батарейка подходит к своему логическому завершению. Включается сигнализация. Зарядите батарею. Ну, посмотрим, докуда мы доедем. Так, чтобы она не кратковременно у нас моргала. А уже показывала, что, ребят, не наклейте. И давайте зарядимся. Собственно, я сделал ограничение 15 км в час. Поставил режим 10 кВт. И мы продолжаем ехать. Батарейка пока не ругается. Уже на 20 км в час она начинала ругаться, что ее надо зарядить. Пока вот еще хватает. Будем нажимать, так сказать. Посмотрим, сколько же мы вот в этом режиме пройдем. Ну, конечно, это очень уныло так ехать с такой скоростью. Хотя это вот средняя скорость внедорожного движения. А бывает порой и такая скорость кажется. Ого-го-го. Формула-1. Давайте едем, смотрим дальше. Ну, все, ребят, даже в таком режиме. Чуть-чуть мы не закрыли круг. Даже в таком режиме вот уже появляется индикация. Зарядите батарею. Все, будем останавливаться. Хотя, в принципе, еще можно потянуть. Ехать медленнее просто. Давайте попробуем. Ехать медленнее и поедем вот тут вот. По полю, не по дороге. Эть, эть, поворот. И ругаются, зарядите батарею. Ну, поворот это очень затратно для бортоповоротника и мероприятия. Нет, все-таки мы уже все, все, сдулись. Давайте уже сдадимся на этом, да? Что нам уже надо заряжаться. Придем к такому выводу. Хотя ехали в горку, может, сейчас под горку ликует, пойдет полегче. Ну, все, сдаемся. Сдаемся, останавливаемся. Триста двадцать четыре, триста двадцать пять. Нет, еще проедем. Не сдаемся мы. Еще проедем. Да, здесь, кстати, работает рекуперация. Когда тормозим, у нас идет зарядка в батарею. При повороте колес... При повороте, при торможении одного из борта тоже происходит рекуперация. То есть, здесь, здесь все очень продумано в системе рекуперации. И сейчас мало, наверное, кто сможет это повторить. Если вы захотите делать электро- или гибридную машину бортоповоротную. Просто сделать, достаточно просто сделать машину в классической схеме, когда надо крутить четыре колеса или там два колеса. Ну, вот вездеход, допустим, да, переломку. Вы подключили просто лифовский мотор, взяли лифовскую батарею и все, она в режиме машины так и ездит. Но что-то больше изменить не получится. Для того, чтобы был бортоповорот, нужны сотни настроек, сотни строчек настроек, которые должны взаимодействовать друг с другом. А это годы и годы опыта, разочарования и побед. Вот наш маршрут. Который мы прошли. Практически четыре круга. Это пятый был? Да, наверное, на пятый. Давайте смотреть, что у нас. Что у нас получилось подробно. 14 километров 700 метров. Время перемещения час. Средняя скорость перемещения. Вот это нам нужно. 12,9 километров в час. Максимально 28,2. Темп почти 7 минут километров. Набор высоты 325 метров. Потеря высоты 323 метра. Ну, то есть, понимаете, да? Затяжной спуск, затяжной подъем был. Также было болотце. Ну, такое не сильно злое. Ну, и пробежка по полю. Ехали мы на вот таком давлении. Повторюсь, мы ехали не для того, чтобы показать вам суперрезультат, как бы это показывали производители. Мы показываем давление, которое ехать комфортно. То есть, боевые условия. Реально, как это должно быть в жизни. То есть, вот пересеченка. Мы ехали с определенной скоростью. То есть, можно было медленнее ехать. Там 10 километров в час. Но мы ехали с максималкой в 20 километров в час. Уже потом только сбросили. Под самый конец. Мы вам показали в видео, что сбросили до 10 километров в час. Это вот проехали метров 500, может, уже. И все, батарея сказала, хочу отдыхать, хочу заряжаться. Сейчас мы будем ее заряжать. Смотрите, как это происходит. Завелись. Сейчас чуть мотор поработает. Температуру наберет. И дадим ему угля. Ну, или стране, или ему. Кому-то, короче, угля дадим. Так, ребят. Вот сейчас идет 2,5 киловатта в зарядку батареи. Стало 328 вольт, 329 без напруги. Я сейчас дам зарядку в 15 киловатт на батарею. Я зашел в меню, в котором можно выбрать мощность заряда. И мы можем вот дать ему 2, 3 киловатта, 4 киловатта, 6, 7, 8. Можно поставить на 15. Кстати, самое комфортное по вибрациям режим заряда. От вибрации никуда не деться. Это работает дизель, и на дизель работает очень нагруженно. Это кажется, что вот он будит там, и ничего особо не происходит. Посмотрите, какой чат идет из глушителя, и вы поймете, что дизель сейчас нагружен. Но в таком генераторном режиме дизель проработает гораздо дольше. Его постоянно не дрюкают газ, не работают оборотами, нет никаких ударных нагрузок. Можем наблюдать, как хорошо становятся батареи. 338-339 вольт. Пошла зарядка. 395 будет полный заряд. Пока следим за температурой ее, просто смотрим. Вот температура у нас генератора, он напрягается, ему хорошо. Ну, не знаю, насколько ему хорошо. Вот, нажимая 30-киловаттный режим, и у нас показывает половинку, значит, это вот синяя полоса. Это значит, у нас 15 киловатт идет на зарядку сейчас в батарею. 2000 оборотов всего лишь выдает дизель. Представляете, как ему комфортно и хорошо сейчас в таком режиме. Он для этого и предназначен. Он предназначен, как промышленный дизель, для работы в генераторных режимах. Итак, у нас уже 347 вольт. Ребят, вот посмотрите. Напрягается, напрягается дизель. И, смотрите, подходит температура к 90 градусам. Дальше компьютер сам сбросит мощность заряда, изменится тональность. До 8 киловатт. Как только температура у дизеля опять упадет в нормальную рабочую, ну, вернее, среднее значение какое-то там, он опять включит 15. И будет так гулять. В зависимости от погоды у вас будет средняя скорость зарядки показываться близко к 15 киловаттам. Вот сейчас, смотрите, должно что-то измениться. Ну вот, ребят, вы сейчас видели, что понизилась мощность заряда до 8 киловатт примерно. И сейчас компьютер будет ждать, пока сбросится температура. Как сбросится температура, он опять начал разгонять. Вот опять 15 киловатт. И так он будет гулять вниз-вверх, вниз-вверх, удерживая нормальную температуру, чтобы она не выходила за пределы допустимого. Ну и также была максимально эффективная зарядка. У нас уже 350 вольт. Вот так же здесь видно. По звуку вы слышите сами. Комфортно, спокойно можно разговаривать. Нету сильных вибраций в этой частоте. Вот сейчас вибрации появятся и достаточно неприятные, потому что сбрасывается зарядка на до 8 киловатт. Так себе. Просто попадает в резонанс вездехода. Эта частота, надо просто, чтобы чуть-чуть сдвинулось сброс этот на 7 киловатт, допустим. Там уже нет таких вибраций. А при зарядке 15 киловаттами, прям вообще четенько, комфортно, в 10 метрах от вездехода вообще не напрягает никак звук. Слышно больше вентилятора. Ну и так в салоне, в принципе, вот при... Вот сейчас опять уходит на 15 киловатт, смотрите. И появилась тишина. Вибраций нету, ничего не дребезжит. Все нормально. Ну это просто тонкая отстроечка. Нужна перехода с 15 киловатт в режим щадящий, сброса температуры. Надо просто чуть-чуть сдвинуть не 8, а допустим 7. Поймать частоту, на которой вибраций нет. Я думаю, она индивидуально у каждого вездехода не происходит. Как ты считаешь? Считаешь, что... Я считаю, что над этим можно поработать. Да. Ну у нас есть, кстати, еще идейка. Не знаем, как она физически воплотима, не воплотима. Но чтобы вот этих вот вообще перепадов не было. Ладно, заряжаемся дальше. Мы приехали на обед, подзарядили батарею и доехали в режиме генератора. Ну, собственно, в режиме гибрида, как это и есть в нормальной жизни у этого вездехода. Генератор вырабатывает энергию, излишки дает батарею, а то, что необходимо моторам, отдает в моторы. Сейчас пообедаем. И что-нибудь пойдем еще с ним. Запилим интересненького. Да, ребята, совершенно точно. Запилим что-нибудь интересненького. Что ж, мы вам показали тест-замер работы батареи в чистом виде. Конечно, можно сказать, а вы его нагрузите, а вы его провезите по болоту. Естественно, будет пробег меньше. Мы не пытались побить какой-то рекорд, а просто для себя хотели выяснить, сколько вот в таком среднем режиме батарея сможет нас провести. Что ж, результатами, в принципе, остались довольны. Далее будут еще интересные серии. Смотрите обязательно. Ну, а тем, кого заинтересовала машина, я хочу сказать, что смотреть это одно, но гораздо лучше эту машину все-таки попробовать. В скором времени на нашей территории, на территории нашей трассы, будут проходить тест-драйвы. Я сделаю отдельный ролик и расскажу, какие вездеходы будут на этой трассе и когда уже можно будет осуществить запись для того, чтобы посетить наши тест-драйвы. Мы выбираем для себя вездеход, лучший вездеход и, конечно же, отбираем их для вас. Нам интересно, какие вездеходы смогут быть в пуле везде-маркета. Лучшие вездеходы для лучших вездеходчиков. Всем пока. Смотрите и не пропускайте следующую часть. Да, кстати, если вы не видели основную, первую часть про гибридный вездеход, то ссылочка на него будет в описании. Всем пока, удачи и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok